Добрый день. Я вот все думал, как построить сегодняшнюю лекцию. На самом деле у нас уже было очень много семинаров касательно анестезиологии. Я, в принципе, анестезиолог по профессии, больше гораздо, чем главный врач, потому что нет практически времени на обязанности главврача. Так вот, у нас уже было достаточно много лекций касательно фармакологии препаратов, которые мы применяем при работе с экзотическими животными. У нас были лекции, которые были посвящены газообмену, метаболизму, построению дыхательных контуров. Если кто-то присутствовал, наверняка это все помнит. Здесь еще, наверное, студенты есть, мне кажется, нет? Или все врачи? Есть студенты, это хорошо. Так вот, сегодняшние лекции. Я подумал о том, что мы будем, наверное, сегодня касаться чисто практических аспектов. И если и будем выдаваться какие-то немножко в фармакологию, то очень-очень, наверное, сегодня поверхностно, потому что у нас именно сегодня чисто практический семинар. И если у кого-то какие-то по ходу возникают вопросы, вы не ждите там окончания лекции, а прямо давайте как-то попробуем общаться, если получится. Значит, мы сегодня с вами постараемся рассмотреть 4 темы, может быть 5. Первая – это анестезиология рептилий. Вторая – это анестезиология птиц. Третья – это грызуны и зайцеобразные. И четвертая – возможно, хорьки, если мы успеем. Может быть, не успеем. Посмотрим. Значит, что касается анестезии у рептилий. На самом деле ветеринарные анестезиологи работают с этими животными уже не один десяток лет. И уже в статьях 1960 года и ранее можно найти достаточно много протоколов о различных видах анестезии у этих животных. Испробовались практически все группы фармакологических препаратов, которые существуют на данный момент на этой группе животных. Есть данные и по применению барбитуратов, и данные по применению диссоциативных анестетиков, и при медикации различных препаратов седативных, таких как фенотиазины, бутирофеноны, бензодиазепины. То есть, вообще, на самом деле арсенал огромный, которым можно работать с рептилиями, но мы этот арсенал сузим до чисто практических моментов, тех, которые мы используем в своей практике, и по которым у нас есть опыт. И, кроме того, по доступности препаратов для наших российских ветеринарных врачей. Хотя, конечно, без опиоидов, если честно, работать практически нельзя, с кем бы вы ни работали. Поэтому я буду приводить здесь и дозировки, и рассказывать об опиоидах. И, кстати говоря, мы очень надеемся, и вся наша группа, которая сейчас работает с Минсельхозом по упрощению оборота вот этих вот препаратов, мы очень надеемся, что тот список, который мы подали, он все-таки пройдет рано или поздно в виде закона, и мы все сможем пользоваться нормальными препаратами и работать. Итак, достаточно разнообразная группа рептилий. Все мы должны помнить, что от теплокровных животных есть достаточно серьезные различия. И рептилии, как все эктотермные животные, целиком и полностью зависят в своей жизни в клеточном метаболизме от температуры окружающей среды. Самостоятельно прогреть себя они, к сожалению, не в состоянии, в большинстве своем. И вот, исходя из этого, мы с вами должны понимать, что для того, чтобы фармакодинамика препаратов была соответствующей, нам необходим нормальный уровень клеточного метаболизма. А как его достичь? Животное надо прогревать. Здесь надо еще знать, что рептилии многие для обогрева пользуются либо первичным источником тепла, это солнце, грубо говоря, прогреваются от солнца, или вторичным, прогреваются от грунта. Некоторые рептилии любят и так, и так. Работая с какими-то видами неизвестными, вам лучше открыть книжку и посмотреть, так сказать, образ жизни, чтобы вы поняли, каким образом животное лучше подготовить к операции, грубо говоря, прогреть. Потому что рептилию в охлажденном состоянии, как стало известно последние 20 лет, как, наверное, 20 или 30 лет, подвергать анестезии нельзя. На самом деле, раньше даже рекомендации были в книжках «Наркоз методом охлаждения». Брали там какую-нибудь крупную рептилию, удава там или питона, охлаждали и делали с ним все, что угодно. Сейчас эта точка зрения полностью перечеркнута, и такой метод наркоза запрещен во всех, так сказать, цивилизованных странах, потому что абсолютно отсутствует анальгезия, вот, потому что заторможены все метаболические процессы, и анестезиологический риск настолько серьезный, что так уже работать запрещено. Значит, гипотермия это очень, на самом деле, так, как у нас, если запускается, кто-нибудь знает дополнительные штучки? Если анимация какая-то... Нет, там не видео, там просто они выскакивают. Значит, да, мы с вами уже знаем, что гипотермия это всегда снижение метаболизма, а это, в свою очередь, всегда приведет к длительной индукции в наркоз, длительному засыпанию, это очень плохо, и самое страшное, к затянутому пробуждению. Мы еще убедимся, насколько для рептилий это серьезно. Значит, потому что всегда затянутое пробуждение приводит к накоплению токсических метаболитов и достаточно серьезно повышает нам с вами анестезиологический риск. Кроме того, гипотермия приводит к снижению рецепторной активности дыхательного центра и, соответственно, замедленно или отсутствует стимуляция дыхания у рептилий. На самом деле, конечно, для нас, людей, которые современные, мы с вами имеем различные аппараты ИВЛ, это не очень большая проблема, но наше время как врачей всегда ограничено, и если мы с вами будем держать нашу рептилию на ИВЛ 2 или 3 часа, мы не сможем просто работать со следующим животным, поэтому гипотермия недопустима. Подготовка к операции. Необходимо знать приблизительную оптимальную температуру для различных видов животных, но в среднем она колеблется в районе 30 градусов. И за несколько часов до операции, даже если вам владелец привез животное, допустим, там где-то зимний период, он вез его в сумке, вы не можете сразу начать готовить рептилию какими-то фармакологическими препаратами, вы должны обязательно обеспечить нормальный метаболизм, прогрев. Преднаркозное голодание в общем-то момент достаточно важный для многих рептилий, поскольку если мы с вами имеем набитый кормом желудок и набитый химусными массами кишечник, особенно при длительных оперативных вмешательствах, очень часто развиваются атонии кишечника, с которыми потом очень сложно бороться. Поэтому большинство авторов все-таки придерживаются мнения того, что преднаркозное голодание для этих животных – это очень важный момент. Примерно для большинства видов змей это хотя бы 4-6 дней должно быть преднаркозное голодание. Для сухопутных черепах это примерно 2-3 суток. То же самое для ящериц растительноядных и для хищных ящериц примерно то же самое. Что касается времени суток, да, есть такие данные, потому что мы с вами знаем, что рептилии есть дневные виды, есть ночные виды рептилий. И многие авторы предпочитают еще выбирать время операции в течение дня. Например, для дневных видов рептилий операцию проводить в утренние часы. Они считают, что физиологическая активность выше и, соответственно, реверсия будет лучше. А у ночных видов лучше проводить операции в вечернее время. Значит, очень важно нам с вами, как анестезиологам, постараться провести правильно клинический осмотр. Как и у всех других видов животных, мы обращаем внимание на степень дегидратации, если она присутствует, потому что это очень важный показатель. В первую очередь мы обращаем внимание на слизистые оболочки. Если у рептилий присутствует какой-то процент дегидратации, то есть обезвоживания, слизистые оболочки, как правило, сухие. Вот если мы с вами видим животное с сухими слизистыми оболочками, это достаточно серьезное осложнение, и нам обязательно перед операцией надо с этим побороться, введением различных электролитных растворов. Состояние сердечно-сосудистой системы. Ну, на самом деле, какие-то легкие гемодинамические нарушения выявить практически вам не удастся никогда, но если есть тяжелые нарушения, это всегда приводит к изменению цвета слизистых оболочек. Они вместо того, чтобы быть нормального розового цвета, будут серые или синюшные. Здравствуйте. И минимальный набор лабораторных тестов, которые мы обычно проводим перед операцией, это гематокрит, общий белок, глюкоза, кальций и фосфор. Почему фосфор? Потому что фосфор в плазме у рептилий является самым первым маркером развивающейся почечной недостаточности. Еще мочевая кислота и креатинин могут оставаться в норме, а вот фосфор уже начинает повышаться, поэтому он обязательно включен в перечень обязательных лабораторных тестов. Вы, конечно, можете проводить более развернутые анализы, но вот это обязательный минимум. Значит, что касается примедикации. Вообще, просто вот и для студентов, и для всех, чтобы было понятно, когда мы с вами вообще для любого животного обдумываем, какую примедикацию перед наркозом ему сделать, мы должны с вами держать в голове 4 пункта. Первый пункт – это подавление вагусных реакций. Второй пункт – это седация. Третий пункт – это анальгезия. И четвертый пункт – это борьба с гиперответом организма на хирургическую травму. Вот эти вот 4 пункта мы обязательно должны в голове себе подумать по каждому пункту. Нужно ли этому животному, например, препарат для борьбы с вагусной стимуляцией? Возможно у него это во время операции или нет? Если да, применять. Если нет, то нет. Нужны ли анальгетики? Если мы, например, делаем анестезию для каких-то там, допустим, забора анализов и обследований, соответственно, анальгетики нам не нужны. И вот эти 4 пункта вы всегда должны держать в голове. Это для любого животного позволит вам правильно составить план при медикации. Так вот, для рептилий парасимпатолитики, в частности, атропин, гликопироват и так далее, большинство авторов не рекомендуют из-за слишком различного и слишком непредсказуемого действия. Возможно отсутствие эффекта действия от этих препаратов. И, кроме того, возможны также осложнения в виде развития гипотонии желудочно-кишечного тракта. Поэтому большинство авторов парасимпатолитики не рекомендуют. И очень важно не применять седативные и транквилизаторы, которые не имеют прямых антидотов. Все мы знаем, что как бы мы рептилию не грели, все равно скорость метаболизма совершенно другая. Их скорость экскреции препаратов из организма будет также очень сильно отличаться от млекопитающих, от птиц. То есть, просыпаются они в любом случае долго. Если мы с вами, например, в премедикацию сделаем ацетопромазин или любой другой фенотиозин, который имеет очень длительный период выведения, вы знаете даже, что у собак 8-12 часов. А рептилия может находиться под действием этого препарата до нескольких суток и реверсировать нам его абсолютно нечем. Поэтому желательно применять только те седативные транквилизаторы, которые мы можем реверсировать. Значит, что можно рекомендовать? Бензодиазепины, диазепам реланиум и медазолам дормикум. Дозировки, конечно, очень сильно разнятся. Во-первых, от необходимости вызвать определенный эффект, насколько глубоко нам надо седировать животное. И второе, от вида животного. Вы в любом случае, если работаете с экзотами, должны иметь настольную книжку Джеймс Карпентер, где вы можете посмотреть дозировки по каким-то конкретным видам или более специальную литературу, потому что удержать по всем видам дозировки в голове практически невозможно. Но, тем не менее, вот в таких вот границах. Значит, мы с вами знаем из фармакологии, что бензодиазепины имеют свой антагонист, то есть свой антидот. Называется он флумазенил. В нашу страну поставляется под названием анексат. И применяется из расчета 1 мг антидота на 10-20 мг введенного вещества, введенного бензодиазепина по действующему веществу. Правда, надо иметь в виду, что действие у него короче и может быть реседация. И иногда флумазенил приходится повторять. Препарат дорогой, скажу сразу. Мне кажется, ампула стоит что-то в районе 1000 рублей, где-то так. Но, тем не менее, иметь хотя бы небольшой запас его в клинике нужно, хотя бы коробочку. Значит, анальгетики. Не забывайте, как анестезиологи, что мы должны постараться воздействовать на боль, исходя из принципов мультимодальной анестезии. Поэтому, чем больше у нас будет комбинаций, которые будут на разных уровнях анальгизировать, тем лучше. И если вы работаете, например, с ингаляционными анестетиками, с изофлураном, с севафлураном, скажу вам честно, многие врачи, даже западные, делают операции на мононаркозе изофлураном или севафлураном на экзотических животных. Но, по большому счету, это неправильно, потому что анальгетического эффекта выраженного у этих препаратов нет. То есть, животное спит, а боль-то чувствует. Хотя, конечно, если вдаваться в фармакологию, многие авторы пишут, что анальгизирующий эффект все-таки есть, и он разнится от вида к виду. Но, тем не менее, вы должны понимать, что анестезия должна быть мультимодальной. Мы обязательно применяем анальгетики. Вот все, что, так сказать, есть в нашем арсенале, мы должны постараться построить такую сбалансированную схему. И в плане нестероидных противовоспалительных рекомендуется кетопрофен, мелоксикам и карпрофен. Римодил. Помните, это римодил, это мавалис, а это кетофен. Что надо иметь в виду? Во-первых, эти препараты практически стопроцентно противопоказаны тем рептилиям, у которых имеются признаки наличия почечной недостаточности. Потому что они обладают прямым некофротоксическим эффектом. И если уж вы хотите их применять, то в любом случае нужна какая-то очень серьезная гидротация предварительная. И все-таки опасность, тем не менее, сохраняется. Кстати говоря, по данным врачей московского зоопарка, наблюдали выраженные побочные реакции на римодил карпрофен при применении его у зеленых игуан. И некоторых видов змей, которые потом погибали и на вскрытии обнаруживали язвенные гастриты. И поэтому они даже какое-то время прекратили применять НПВС им вообще. Но, тем не менее, большинство зарубежных авторов, самых уважаемых, все-таки используют эти препараты, имея в виду два возможных осложнения. Это почечная недостаточность и возможность развития язвы ЖКТ. Опиоидные препараты тоже в самом широком спектре можно применять, так же, как и у других видов животных. Но эффект действия не всегда будет одинаков, потому что ко многим препаратам будет определенная толерантность, и их обезболивающий эффект может быть недостаточен. Тем не менее, дозировки и в карпентере, и в специальной литературе, посвященной только рептилиям, приводятся и на различные препараты. Мы работаем чаще всего с бутерфанолом. Это еще то, что хоть где-то как-то можно достать. Тут нет никого из этих с погонами. Никого нет? Нет, не используем. Ну, раньше работали когда-то. Здравствуйте. Значит, вот чисто практические аспекты, как можно индуцировать в наркоз эту несчастную рептилию. Значит, существует 4 способа. Первый – это в наркозном боксе, вот так, куда подсоединяется шланг и нагнетается кислород с ингаляционным анестетиком. Второй – это наркозная маска, вот так. Третье – это принудительная интубация, то есть животное не спит, оно, возможно, сидировано чем-то, насильно открывается рот, в трахею вставляется эндотрахеальная трубка, и мы подаем анестетик. И третье – это с помощью инъекций неингаляционных анестетиков. Вот преимущество первых трех способов в том, что мы применяем с вами только ингаляционный анестетик для индукции. То есть, а мы с вами все знаем метаболизм ингаляционных анестетиков, то, что они экскретируются на 99% с дыханием, они не элиминируются почками, не разрушаются в печени, то есть, как бы очень-очень маленький процент, и практически не остается токсичных метаболитов. Я имею в виду вот последнего поколения препараты изофлуран и севофлуран. Если с галатаном работает кто-то, то там, конечно, гораздо серьезнее токсичность этого препарата, но мне кажется, что с ним уже никто не работает. Так вот, этот способ, он, конечно, очень хорош для животных ослабленных, страдающих гепатопатией, нефропатией, для пожилых животных, потому что, опять же, минимальная токсичность. Но есть и свои недостатки. В чем недостатки? Во-первых, вот если рассмотреть первые два способа, то надо понимать, что у вас будет огромный совершенно расход анестетика. Дело в том, что дыхание у рептилий достаточно редкое, и метаболизм замедленный. И пока молекулы вот этого самого анестетика достигнут необходимого парциального давления в альвеолах и в голове, пройдет очень-очень много времени. Вы просто устанете, и уже эту рептилию хочется иногда удавить просто. Вот этот способ, он, в общем-то, быстрый, но здесь, конечно, надо обладать достаточно серьезным опытом для того, чтобы не потравмировать пациента, потому что, если он будет сопротивляться, может и вас приложить, и сам потравмироваться. Поэтому, на самом деле, вот в практике, в рутинной, чаще всего и мы, и зарубежные наши коллеги авторитетные, они применяют, конечно, индукцию с помощью неингаляционных анестетиков, что имеется в виду. В наших условиях мы можем использовать два препарата, это пропофол и залетил, тюритамин, зелозепан. Не знаю, возможно, в ближайшем будущем залетил тоже запретят, есть такие слухи. Хотя они ничем не подтверждены пока. Значит, пропофол для разных рептилий от 3 до 10 мг на килограмм вводится внутривенно, в среднем 5-7. Помните, что эффективный путь введения этого препарата только внутривенный. Никакого накопительного кумулятивного действия нет. То есть, если вы промахнулись мимо вены и накачали окружающие ткани, животное просто не уснет. И вы, дождавшись, ну, вы после введения смотрите примерно, ну, 3-4-5 минут, если не наступает необходимое вам состояние, то вы повторяете инъекцию. Вот здесь вот написано 10 минут. На самом деле, это не мои данные, это данные из книжек. А вообще, я хочу сказать, что практически работая со всеми рептилиями, если животное нормально подготовлено, если оно прогретое, если вы хорошо попали иголкой в вену и ввели весь препарат, то эффект будет достаточно быстрый. Не такой быстрый, конечно, как у собак и кошек, но уже через минуту, через 2 вы получите вот такую вот черепаху, которую вы запросто можете интубировать, можете делать с ней все что угодно. Значит, продолжительность действия небольшая, 10-15 минут. То есть за, ой, вот тут опять же данные до 30 минут, на самом деле это у очень крупных каких-то видов, у крупных ящериц. Вот, а то, с чем нам приходится работать, это, как правило, максимум 10 минут. За это время вам надо успеть интубироваться, подключиться к аппарату искусственной вентиляции и начать подавать, начинать подавать уже ингаляционные анестетики, на которых вы будете поддерживать пациента. Значит, что касается методов введения, у черепаха, вот посмотрите на 2 правые картиночки, существует 2 самых распространенных доступа в вену. Вот здесь вот инъекция выполняется в дарсальный хвостовой синус. Чисто технически он находится по центру, по серединной линии хвоста вы вводите иголочку, примерно на середине хвоста, чуть ближе вот сюда вот к панцирю, доходите до позвонков, прям утыкаетесь в них, подаете чуть-чуть миллиметр назад и делаете потяг. Если кровка пошла в шприц, вы смело вводите анестетик. Бывают, конечно, черепахи очень вредного характера, иногда с очень таким неудобным панцирем или очень коротким хвостом, за который никак не уцепиться. Поэтому существует еще вот такой вот зверский достаточно способ. это инъекция в дарсальный шейный синус. Максимально вытянутая вперед голова, под пластинами пластрона, на серединной линии шеи точно так же вводите иглу, доходите до позвонков, делаете чуть-чуть назад потяг, и если попали, то кровь идет в шприц. В принципе, еще можно сделать инъекцию в еремную вену, но, как правило, вот у сухопутных черепах получается, у водных не всегда видно. Поэтому чаще всего мы делаем вот так. У ящериц достаточно просто, особенно тех, у кого хороший длинный хвост, например, как у игуаны. Что касается каких-нибудь гекконовых, таких как и у блефары, то практически невозможно. А вот с теми, кто приходит к нам чаще всего, это игуаны, это агамы различные, у них достаточно легко выполняется вена, как цигеос вентралис. Точно такая же техника, но уже положение на спине, и это нижняя поверхность хвоста, понятно, да, примерно по центру, точно так же вводим до позвонков. И примерно такая же методика и у змей, но у змей бывает тоже тяжеловато это сделать, особенно у мелких. Если вдруг, ну никак не получается сделать внутривенную инъекцию, и вам нужно индуцировать, то можно использовать телитамин золозепам. Дозировки тоже, кстати говоря, разнятся вот в этих пределах, от 3 до 10, но время индукции будет, конечно, длительное при внутримышечном введении, 10-20 минут вы ждете, и может быть очень затянутой реверсией иногда до 24 часов в сутки, особенно у ослабленных животных. Помните, что мы можем частично реверсировать залетил, потому что есть фламозенил. И делается он 1 мг на 20 мг введенного золозепама. Вы рассчитываете только по золозепаму, по одному компоненту. Не вместите телитамин золозепам, а только по золозепаму. Ну, мы на самом деле не очень любим все-таки этот способ введения в наркоз, потому что действительно очень серьезная проблема с длительной реверсией. И мы просто, ну, поскольку у нас пишутся животные в течение всего дня, мы просто не можем себе этого позволить. Очень редко. Ой. Значит, как же нам проследить за тем, как животное входит в наркоз и адекватно оценить глубину анестезии? Первое, что происходит, это пропадает так называемый рефлекс переворачивания. То есть, если мы рептилию из естественного положения кладем на бок или на спину, она перестает переворачиваться. Дальше пропадает тонус конечностей, челюстных мышц и сфинктера клоаки. Вот это состояние, когда произошла полная миорелаксация, расслабилась клоака, отсутствует тонус нижней челюсти, он соответствует примерно второму уровню уже хирургической стадии. То есть, примерно тому, что уже нужно. Вот. Что касается оценки рефлексов черепных, рефлексы век и рефлексы роговицы считается, конечно, идеальным, чтобы отсутствовал рефлекс прикосновения к веку, но при прикосновении роговицы пленочка слегка скользила по глазному яблоку. Но на самом деле не всегда происходит именно так. Вот. Мы с вами потом рассмотрим. Ну и последний тест болевая стимуляция. Не смейтесь. Дело в том, что бывает реально очень трудно оценить по черепным рефлексам, насколько насколько у нас адекватна анестезия, насколько адекватна анальгезия. И поэтому проводится обязательно, перед тем, как вы говорите хирургу, начинай, да, вы проводите тест болевой стимуляции. Что имеется в виду? Вы берете пинцет или зажим и делаете щипок где-то в области каких-то чувствительных зон. Чаще всего это где-то вот рядом с клоакой или подколенную область у ящериц. У черепах то же самое. Если никакой реакции нету, обычно, кстати говоря, по монитору вы не увидите учащение сердечных сокращений, как это бывает у млекопитающих, да, сделать больно, тут же хоп-хоп-хоп. А здесь приходится ориентироваться чисто на внешнюю реакцию. Если ее нет, то вы можете уже начинать операцию. Значит, есть еще вот змеи, да, и некоторые виды ящериц, которые не могут моргать. У них такая вот пленка на глазу и все. И никакой роговичный рефлекс и корнеальный рефлекс вы у них не проверите. Для них существует такой метод, как стимуляция кончика хвоста. Почему именно кончика хвоста? Потому что происходит так, что чувствительность пропадает при индукции в наркоз со стороны головы до кончика хвоста, а при реверсии, при просыпании наоборот. Первое, что начинает чувствовать, это кончик хвоста. Поэтому для змеи, не мигающих ящериц, возможен такой метод мониторинга глубины анестезии. Это действительно так. Вы можете, например, делать операцию где-то в верхней трети тела, а если одновременно вы попробуете сделать какую-то болевую стимуляцию в области хвоста, вы получите желание пациента убежать. Поэтому проверяйте вот так. Поддержка интероперационная. Мы с вами нагрели рептилию, но не забывайте, что ее надо греть и во время операции. И вы должны примерно ту же самую оптимальную температуру поддерживать, примерно 25-35 градусов с помощью грелок или лампы. Но лампа это обычно неудобно в операционной, потому что она мешает обычно использовать грелки. Гидротация обязательно жидкостная поддержка во время операции. Она улучшит и метаболизм, и экскрецию. И выполняется либо внутривенный, либо внутрикостный доступ. Значит, как выполнить внутривенный доступ? Например, если у нас с вами достаточно крупная ящерица, то мы можем попытаться установить катетер в венах кокцигеус вентралис, либо в одну из вен голени. Например, у игуан эта вена проходит по латеральной поверхности голени, и ориентироваться надо по самому, у них там пальчики, да, и один из пальчиков самый длинный. И вот в проекции, так сказать, этого пальчика по латеральной поверхности голени проходит эта вена. Ее не всегда видно, чаще всего приходится кожу немножечко надсечь, подвигать и найти этот сосуд. Бывает так, что все равно не получается, вернее, сосуд-то видно, начинаешь катетер вводить, сосуд оплывает, и все, там на самом деле одна попытка. Если с одной попытки не получилось туда поставить, то все. не забывайте о том, что есть такая замечательная вещь, как внутри костный доступ. Если мы с вами поставили иголку в костно-мозговой канал, то мы с вами практически в вене. Мы можем с такой же скоростью абсорбции вводить туда все те же самые препараты, которые предназначены для внутривенного введения, и анестетики, и анальгетики, и растворы, все, что хотите. Пропофол. Поэтому вообще на самом деле про внутрикосный доступ, помните, что он очень часто практикуется у всех мелких зверюшек. Это грызуны, это зайцеобразные, у кого не получилось поставить, это, кстати, все неонаталы. Вот приходит котенок какой-нибудь, не получается сделать венный доступ, ставьте в кости, это легко, просто и эффективно. у рептилий чаще всего используется доступ со стороны колена в бедренную кость. Кстати, этот катетер легко фиксируется, ну, игла легко фиксируется вот этим бандажом, самоклеящийся бинт такой, да, Петфлекс, что ли он называется, и может долго стоять. Единственное, надо иметь мандрен, потому что иногда забивается, его надо прочистить, стерильный мандрен. Значит, что касается какого-либо интероперационного мониторинга, можно мониторить точно так же, простите, секундочку, не отключил телефон. Сейчас я его отключу. можно мониторить точно так же, как мы это делаем у всех других животных с помощью многофункциональных мониторов пациента, но очень часто, например, электрокардиограмма просто нормально не снимается, вы не видите нормальных комплексов, и поэтому для контроля частоты сердечных сокращений лучше всего использовать вот этот приборчик беленький, это доплер. доплеровский датчик вот таким вот образом помещается над сонными артериями у всех видов черепах, у всех видов ящериц, у змей непосредственно над сердцем фиксируется пластырем, и вы можете с помощью звукового сигнала отслеживать частоту сердечных сокращений. В общем-то, это самое основное, что вам нужно как анестезиологу, потому что найти и правильно интерпретировать какие-то отклонения в QRS-комплексе у вас все равно не получится, поэтому в первую очередь вы должны мониторить ЧСС. Вот, также используют эзофагиальные фотоэндоскопы, знаете, да, это очень удобная такая штука, вставляется в пищевод, и вы слушаете ушами. Если возникают какие-то серьезные аритмии, брадиаритмии, во многих книжках приводятся данные, что для рептилий используются в общем-то те же самые препараты, холинолитики, атропин, гликоперолат, как и для млекопитающих, и в книжке, например, у Дмитрия Борисовича Васильева и ящерицы вы можете найти там подробные схемы коррекции сердечных аритмий, но на самом деле на практике работают они плохо, и поэтому вы должны стараться до этого не доводить, поэтому поддержание нормальной гемодинамики, нормального насыщения тканей кислородом и соблюдение нормальной оптимальной температуры скорее всего обеспечит вам нормальное протекание анестезии без возникновения брадиаритмии, что считается в общем-то самым опасным. Значит, чаще всего практически 95% случаев рептилия не будет самостоятельно дышать нормально, соответственно нормального газообмена не будет. И хотя мы знаем, что у многих рептилий есть такой анаэробный гликолиз, то есть образование энергии в клетке без присутствия кислорода, на самом деле это такой резервный механизм и он не совсем нормальный, потому что так или иначе это рано или поздно приведет к цидозу. Поэтому вам нужно обязательно обеспечивать искусственную вентиляцию легких и параметры для них вот такие. Для большинства рептилий от 2 до 5 дыхательных движений в минуту чаще не требуется для нормального газообмена. И если у вас ваш аппарат регулируется по давлению, по пиковому давлению раскрытия альвеол, то для большинства рептилий достаточно 10 мм водного столба. Нормально сориентироваться и рассчитать что-то по объему при вентиляции у рептилий невозможно, потому что у них легочные мешки, они совершенно другой комплайнс имеют, чем у млекопитающих. И поэтому рассчитать нереально. Если ваш аппарат не корректируется по давлению, то тогда лучше хотя бы, ну, лучше уж на глаз сориентироваться, да, чтобы чуть-чуть просто вы видели, как двигаются либо у ящерицы там ребра, либо у черепахи выбухают ножки передний вперед, задний назад, то есть, когда мы надуваем легочные мешки. Когда мы будем с вами мониторить оксигенацию, опять же, надо помнить, что показания многих оксиметров у рептилий не всегда точны, потому что свойства гемоглобина немножко разные. Но, тем не менее, можно использовать. Что касается аппаратов для искусственной вентиляции, мы вот уже давно работаем вот с такой вот штучкой, называется это Small Animal Ventilator компании VITRONIC. Его можно купить, если залезть на сайт компании VITRONIC LTD, вот, написать им письмо, и если есть какие-то люди, которые живут у вас в Евросоюзе, вы можете заказать туда и из Евросоюза забрать. Почему он хороший? Он дешевый, это раз. По сравнению с тем, что продается сейчас у нас здесь, например, в компании Штормов, где вентилятор для мелких зверюшек стоит в районе 7000 евро, то этот стоит 1000 евро всего. И его характеристики таковы, что вы можете его использовать и для самых мелких птиц, там, с частотой дыхания больше 100 в минуту, и для рептилий вы можете выставить одно дыхательное движение в минуту. Он имеет контроль только по давлению. Нам именно для работы с экзотиком, экзотик-пэдс, этого вполне хватает. Поэтому очень хороший вариант. Дыхательные контуры для всех мелких рептилий, которые весом менее 7-8 килограммов, мы всегда используем только нереверсивные, невозвратные системы, полуоткрытые там называются. Если кому-то про эти системы вопросы какие-то есть, вы можете сразу задать, но самое главное, что вот в этих невозвратных системах, для того, чтобы животное не вдыхало повторно свой отработанный СО2, мы должны очень высокий приток кислорода ставить. Это 200-250 миллилитров на килограмм в минуту. Как правило, в качестве основного анестетика, ну вот мы, например, работаем с азофлураном, для индукции нам необходимо 5 объемных процентов выставлять в потоке свежих газов, и как правило, рептилии в течение 3-5 минут после начала ингаляции уже находятся на 2-3 уровне хирургической стадии. Поддержание от 0,8 до 2 объемных процентов в потоке свежих газов. Просто постараюсь объяснить, если студенты кто-то не знает, как работает такая система. Вот эту тоненькую трубочку видно? Вот эту? по ней приходит кислород, обогащенный уже анестетиком. Когда животное выдыхает, то весь выдыхаемый воздух, поскольку здесь приток кислорода очень большой, поступает вот сюда по патрубку и выводится из мешка в атмосферу, ну или в какой-то накопитель. Вот это называется невозвратная система. Там нет никаких сорбентов, никакой газ не вращается по кругу и не поступает повторно для вдыхания, а весь выходит сюда. И поэтому именно для того, чтобы вот здесь не накапливался СО2, нам нужен вот такой высокий приток. У рептилий можно чуть поменьше, а вот когда с птицами, там вообще 250 миллилитров на килограмм минимум. для того, чтобы проснулась наша с вами зверюшка, все, что нам нужно, если мы работаем на ингаляционном наркозе, это просто уменьшить процент анестетика в потоке свежих газов. Чаще всего это делается примерно за 15-20 минут до окончания операции, где-то там за 5 минут можно свести к нолю. Обязательно надо помнить, что эндотрахиальную трубку мы не вытаскиваем до того момента, как не возникнет спонтанное дыхание. Для того, чтобы быстрее стимулировалось спонтанное дыхание, мы можем вентилировать животное не чистым кислородом из системы, а атмосферным воздухом. Можем взять амбушку и посидеть. Либо если есть в клинике компрессор с обычным атмосферным воздухом, можно заменять шланг и подключать туда не кислород, а обычный воздух. Ну и обогрев. Обогрев нужен вплоть до полной реверсии. Значит, если вдруг мы с вами видим, что реверсия затянутая, животное у нас с вами не просыпается, что это может быть? Чаще всего это все-таки гипотермия. Например, при очень длительной операции животное все-таки охлаждается, несмотря ни на что, потому что приток вот этого кислорода в систему, а он ведь не подогревается, он действует как конвектор, он охлаждает организм через дыхательные пути. Если мы оперируем хотя бы час или полтора, то, несмотря на все наши грелки, животное будет гипотермично. Это может быть нарушение метаболизма глюкозы или метаболизма кальция. То есть, если у нас с вами животное плохо просыпается, то мы в первую очередь проверяем уровень глюкозы и уровень кальция. Если надо, его корректируем. Ну, и можно говорить также о животных с нарушением функций печени и почек, но, как правило, это заметно тогда, когда мы все-таки используем какие-то инъекционные препараты. Обычно, если мы используем газ, то реверсия все равно будет достаточно быстрый. Ну, как быстрый? Если мы начинаем пробуждать черепаху, обычно это от 10 минут и до 35-40. В среднем 10-15. До возникновения спонтанного дыхания, рефлексов, и когда уже можно животное экстубировать и посадить в террариум, продолжать греться дальше. Давайте, если какие-то вопросы есть по системам, по рептилиям, если сейчас вопросов нету, то мы, наверное, пятиминутные перерывы будем делать между видами животных, если хотите. чтоб так немножко. И, может быть, сейчас вот именно 5 минут прервемся, за это время какие-то вопросы возникнут, мы на них ответим, а потом перейдем к птицам. Значит, давайте поговорим о зайцеобразных, потому что их на самом деле очень потоки общего числа экзотов очень много, чуть ли не больше всех, но, во всяком случае, у нас. Отряд зайцеобразный или логоморфа имеет два семейства, лепорида, это зайцы и кролики, и охотониды, это пищухи. И ни в коем случае мы с вами, как грамотные люди, не должны называть кроликов грызунами, потому что это совершенно другой отряд. И отличаются они в первую очередь по зубной формуле. Если вы помните, у всех зайцеобразных и у зайцев, у кроликов и у пищух наверх не челюсти, не два резца, а четыре. Имеются сзади с каждой стороны еще добавочный резец. И есть еще отличия в строении костного нёба. В частности, например, у грызунов вот между верхними арками щечных зубов вот такая вот сплошная костная пластинка. А у зайцеобразных только вот такая вот тоненькая перемычка и практически прямой ход в пазухе. Для нас с вами, как для анестезиологов, это не очень важно, но наши с вами хирурги, которые работают с дентальными проблемами, должны это знать, потому что если инструмент, сорвавшись там мимо коронки, мимо корня, попадает в мягкое нёба, то он немедленно его прокалывает и попадает в носовую полость. очень важно для технишенов и вообще для тех, кто вам помогает, для ассистентов, вы должны иметь в виду, что кролик это животное, которое может очень легко повредить себе за счёт своей пугливости и моторности. Например, если вы держите его просто за шкирку и не контролируете задние ноги, то один удар этими ногами об поверхность стола может закончиться переломом позвоночника. Такие были случаи, это очень неудобно перед владельцами, когда такое вдруг случается. Поэтому обязательно поддерживается задница, а наиболее приемлемый способ фиксации, когда вы что-то с ним делаете, куда-то несёте, вот такой, голова под мышкой, контролируем обязательно попу. Если вы что-то делаете с кроликом на столе, то тот человек, который вам помогает, стоит с этим кроликом вот так локтями на стол, полностью животом и грудью вот так этого кролика обнимает и та сторона, которая вам нужна, просто поворачивает. Потому что бывают случаи, когда действительно и со стола упадёт и так далее. Он сидит-сидит. Ещё многие, кстати, западные авторы рекомендуют такой способ, чтобы кролик дался легко себя осмотреть. можно постараться аккуратненько его на спину перевернуть и якобы кролик в такой ситуации ну как бы замирает и даёт себя осмотреть. Да, такие действительно бывают, но это работает не со всеми, иногда бывает только хуже. Ты начинаешь переворачивать, получаешь истерику, иногда с травмами. Поэтому мы обычно так не делаем. в плане подготовки к анестезии. Первое, когда вы осматриваете, вы должны оценить качество носового дыхания. Что я имею в виду? Дело в том, что эти животные обязательно нормально дышат только через нос. Так устроена их гортань, так устроена их нёба, что через открытый рот они не могут нормально дышать. И поэтому у животного, у которого есть затруднения носового дыхания, сужения из-за каких-то там корочек, выделений, гнойных выделений и так далее, это пациент, у которого априори высокий анестезиологический риск. Если такой кролик к вам поступает, вы должны обговорить это с владельцем. По поводу голодания. Разные были статьи, разные мнения, но всё-таки в последнее время все авторы приходят к тому, что не применяют никакого преднаркозного голодания для этих животных. Это не оправдано, потому что пассаж по кишечнику настолько длительный, что освободить весь кишечник можно только за там несколько дней голодовки, а это в любом случае приведёт к нарушению моторики и к более серьёзным проблемам. Поэтому никакого преднаркозного голодания нет. Единственное, что старайтесь не кормить сочными кормами хотя бы там за сутки. Но мы на самом деле уже на это плюём. Вообще практически всегда. И вообще ничего не рекомендуем в плане голодания. Примедикация. Упреждающая анальгезия она нужна всегда. Она очень важна у всех этих животных, которые подвержены стрессом. И боль для них является таким мощным стресс-фактором, что только от одного этого мы можем получить очень серьёзные осложнения вплоть до гибели. Почему упреждающие? Вы, если почитаете различные книжки по физиологии боли, вам станет понятно, суть в том, что анальгетик, введённый до болевого воздействия, будет работать лучше, чем анальгетик, который введён уже по факту развившейся боли. Поэтому всегда в примедикацию мы используем анальгетические препараты. Седация в некоторых случаях может быть оправдана, а вот использование холинолитиков не то, чтобы спорно, а вообще скорее всего не нужно. Почему? Потому что у этих животных присутствует фермент, который способен, ну, в природе они поедают очень много алкалоидов, и организм их устроен так, что есть ферменты, которые нивелируют их действие, соответственно, действие атропина будет очень кратковременным и мало эффективным. Действие гликопиролата считается более выраженным и более продолжительным, но на самом деле, вот, если ситуация нескоро помощная, обычно мы никогда холинолитики не применяем, даже если используем альфа-2 агонисты. Значит, анальгезия, этим животным мы всегда комбинируем и НПВС, и опиоиды. Последнее время, вот, то, что мы стараемся делать, это китопрофен, обычно 3 мг на килограмм и бутерфанол 0,3-0,4 мг на килограмм. А вот эти дозы, смотрите, как они разнятся, это из разных источников, от 0,1 до 3 мг на килограмм. Это на кроликов. Что надо помнить про, например, бутерфанол? Он частичный агонист, антагонист рецепторов. И, соответственно, если мы с вами, нам кажется, что, например, чем выше доза, тем лучше, на самом деле не всегда так. Мы можем более высокой дозой только ухудшить энергетический эффект. И поэтому, несмотря на такие вот приводимые дозировки, на наш взгляд наиболее эффективно это 0,3-0,4 миллиграмм на килограмм. Ну, в комбинации с НПВС. Значит, на самом деле самые болезненные процедуры для кроликов это именно то, что мы и делаем чаще всего. Это работа в области головы. Это различные дентальные проблемы. Я не имею в виду коррекцию зубов. которую можно проводить даже без анальгетиков. Я имею в виду работу с абсцессами, марсупиализацию абсцессов, удаление различных экзостозов костных. Вот это самая серьезная проблема. И здесь нужно, конечно, к анальгезии подходить очень и очень внимательно. Значит, для седации точно так же мы можем использовать бензодиазепины. Дозировки приводятся 1-2 миллиграмма на килограмм по диазепаму и 1 миллиграмм на килограмм по дормикуму. Альфа-2 агонисты мы можем использовать и ксилозин. Кстати, обратите внимание, какая дозировка, почему я здесь написал, она очень сильно отличается от дозировки у, например, хищников. 5 миллиграмм на килограмм ксилозин делается. Естественно, что сейчас больше любят более селективные препараты. Это медитамидин и дексдомитор. Обычно медитамидин делается 0,2-0,3 миллиграмм на килограмм. Можно использовать также производные фенотиазина от цепрамазин вот в таких дозировках. Но мы его не любим, потому что у него седативный эффект очень длительный, реверсировать его нечем, и его можно использовать только у абсолютно здоровых гемодинамически стабильных пациентов. Но, как правило, не оправданное применение. Это же я просто так привел, поскольку в литературе он есть. Если возникает необходимость и мы сталкиваемся с какой-то вагусной стимуляцией с брадиаритмией, с АВ-блокадой, то мы используем в первую очередь глипкопиролат. Он более эффективен, 0,1 миллиграмм на килограмм. Можно использовать внутривенно, но в хорошем разведении. Атропин менее эффективен, но если глипкопиролата нет, то от 0,8 до 1 миллиграмма на килограмм. Дозы на самом деле огромные, очень сильно отличаются от того, что мы используем у других млекопитающих, я имею в виду у хищных. Значит, по поводу индукции в наркоз. точно так же наркозный бокс, наркозная маска и неингаляционные анестетики. Наркозная маска для индукции не очень хорошее решение для кроликов, потому что в ответ на запах анестетика кролик старается задержать дыхание и делает это очень упорно. И очень плохо, некомфортно для себя с возможностью различных травм индуцируется в наркоз. И этот способ мы уже много-много лет не используем. А если хотим индуцировать только с помощью ингаляционных анестетиков, то наилучший вариант это наркозный бокс. Есть специальные наркозные боксы, которые вы можете приобрести примерно за 200-300 евро. а можно поехать например в Ашан или в Леруа и купить подходящий по размеру бокс пищевой. Самое главное, чтобы он был прозрачным. Почему те наркозные боксы импортные стоят так дорого? Дело в том, что они очень боятся загрязнить газом окружающую среду и операционную, и поэтому у них весь газ, который идет излишком, он поступает в скевинч-систему, то есть в специальный сорбирующий контейнер. Но это в книжках, а по факту все то же самое. Поэтому используется... Самое главное, чтобы он был прозрачный, чтобы вы видели, как животное индуцируется в наркоз, и ни в коем случае не проспали апноэ, которое тоже может у кролика возникать в ответ на запах анестетика. Поэтому чаще всего мы даем сначала небольшой процент, чтобы животное принюхалось, потом постепенно увеличиваем, и как правило в течение двух-трех минут получаем уже достаточно выраженную седацию. Имейте в виду, что у кроликов очень заметна стадия возбуждения. Помним стадии наркоза? Вторая, это стадия возбуждения. Многие животные проскакивают ее вообще незаметно, а у кроликов она может быть очень выражена и то, что мы называем вокализацией таким словом. По-русски говоря, они страшно орут и ужасно пищат, как будто их убивают. Иногда даже это слышно в коридоре. Не надо пугаться, надо дать пройти ему эту стадию в боксе, ни в коем случае его оттуда не доставать, чтобы не усугублять. И после того, как стадия возбуждения заканчивается, животное можно извлечь и продолжить индукцию уже с помощью наркозной маски до наступления хирургической стадии. Наиболее предпочтительно, особенно при длительных и болезненных операциях, все-таки индукция с помощью неингаляционных анестетиков. Это комбинации бензодиазепину с диссоциативами, диазепам, кетамин, медозолам, кетамин. Это комбинации ксилозина с альфа-2-огонистов с кетамином. Это пропофол и это залетил. Значит, тут надо помнить, что залетил это плохой выбор для кроликов. Почему? Потому что именно у этих животных он оказывает прямое нефро-токсическое действие. Он убивает нефроны. И это может произойти не сегодня и не завтра, а через 3-4 дня или через неделю животное придет в плохом состоянии, мы с вами будем думать, что случилось, а на самом деле мы вызвали острую почечную недостаточность. Не во всякой дозе. вот это 5-25 миллиграмм на килограмм это суммарная доза во время всей операции. Она считается более-менее безопасной. Более-менее. Но 25 и выше это уже прямой нефротоксический эффект. Поэтому вот то, что мы с вами не имеем кетамина и возможности использовать легальные возможности использовать бензодиазепин это, конечно, очень плохо. Значит, также возможны комбинации альфа-2 агонистов, бутерфанола и кетамина для индукции в наркоз. Значит, здесь нужно знать то, что у кроликов очень высока вероятность нарушения функции газообмена. Почему? Потому что, во-первых, возможно неправильное положение гортанника или какая-то частичная обструкция носовых ходов. Кроме того, у кролика очень маленький дыхательный объем и, как правило, нормальный газообмен, нормальное выведение СО2 обеспечивается у этих животных за счет очень частого дыхания. Под общей анестезией, как правило, дыхание становится гораздо реже и газообмен может стать хуже, в результате чего СО2 накапливается и будет приводить к развитию ацидоза. и полное прекращение дыхания у этих животных, если оно, например, у нас с вами не заинтубировано, очень вероятно приведет к гибели, потому что нормально вентилировать животное вот такое маленькое с помощью сдавливания грудной клетки, в частности кролика, практически невозможно. На самом деле кролики дышат в основном не за счет расширения и сужения грудной клетки, а за счет движения диафрагмы. И на самом деле если уж у вас случилось апноэ и кролик не заинтубирован, то умнее дышать его не вот так, а за задние лапы и вот так. Понятно, да? Воздействуя на диафрагму. Значит, интубация трахеи. Мы сейчас стараемся интубировать практически всех и всегда, за исключением тех пациентов, которые идут на какую-то очень короткую процедуру, там на дентальную коррекцию двух-трехминутную. А при любой операции, при полостной операции, при операции на черепе и так далее, мы обязательно животное интубируем. Почему я буду на этом останавливаться? Потому что интубация у кролика это не такая простая вещь и с помощью обычного ларингоскопа, как у собаки или у кошки, мы ему в трахею ничего не поставим. И поэтому существует три способа интубации. Это слепая, эндоскопическая и ретроградная. Наиболее практичной и наиболее правильной является эндоскопическая интубация, когда вы надеваете трубочку эндотрахеальную на жесткий клинок эндоскопа. не пойдет видео, наверное, к сожалению. Суть в том, что вы эндоскопом доходите до трахеи, входите прямо в трахею хотя бы на сантиметр, на два и прямо с клинка под визуальным контролем снимаете трубку в трахею. Почему это хорошо? Это наиболее безопасно, поскольку слизистые гортанных хрящей и трахеи у кроликов очень воскулиризованы. Если мы бесконтрольно несколько раз тыкаем туда-сюда, то мы можем вызвать серьезное кровотечение. И даже небольшие сгустки, болтающиеся в трахее, потом ухудшат очень серьезную дыхательную функцию. Поэтому эндоскопическая интубация это то, чем надо научиться пользоваться, и тогда у вас будет все легко и просто. Второй метод. Слепой метод интубации. Кролик укладывается в стернальное положение, шея максимально вытягивается вверх, голова также поднимается вверх, таким образом, чтобы линия щечных зубов и гортань оказались как бы на одной линии. Дальше выводите эндотрахеальную трубку, ухом прислоняйтесь к этой трубке и выслушиваете пункт оптимум, там, где вам кажется, что звук дыхания наиболее громкий. И стараетесь в этот момент войти. Не всегда получается. Длительные попытки чреваты травмой, гортани и кровотечением. Вот на последней национальной ветконференции еще приезжал анестезиолог, реаниматолог из Штатов. Она предпочитает слепой метод интубации не такой, а она щупает пальчиками вот здесь гортанные хрящи и направляет одной рукой, одной рукой направляет трубку и старается пальчиками гортань насадить на трубку. Вот но не знаю у меня так не получается и на самом деле у нее на мастер-классе тоже не очень получилось поэтому если уж делать то скорее слушать ухом. Но эта процедура ни в коем случае не подходит животным у которых есть уже нарушенное дыхание остановка дыхания или замедленное дыхание потому что вы не сможете просто найти этот пункт оптимум. Если нет эндоскопа а животное очень плохо дышит и надо срочно его спасать что можно сделать? Берется толстая игла и прокалывается трахея чуть позади гортанных хрящей прям вводится игла через эту иглу вводится какой-то длинный проводник тонкий выводится изо рта и уже по этому проводнику заводится трубка если долго тренироваться то можно научиться это делать быстро и зверей спасать но как правило если такое приключилось и нет под рукой опытных помощников то обычно это сделать на самом деле очень тяжело поэтому еще раз останавливаюсь на том что не надо там готовить тубус и рядышком его держать если что быстро заинтубирую нет кроликов надо интубировать всегда и обязательно что касается интероперационной поддержки то это обязательное увлажнение роговицы поскольку они не будут моргать и глазные яблоки большие выпуклые они очень сильно сохнут терморегуляция жидкостная поддержка и респираторная сейчас поподробнее рассмотрим значит внутривенный доступ в первую очередь это веноцефалика или софена также также можно использовать вены уха вот многие очень любят такой центральный сосуд который проходит по наружной поверхности имейте ввиду это не вена это ушная артерия и когда мы берем из нее пункцию или тем паче устанавливаем катетер как правило ухо потом отвалится а вена идет по краю тем не менее даже устанавливая катетер в эту вену и как-то его там фиксируя надо говорить владельцам о том что возможен частичный некроз но если больше поставить вариантов никаких нету вы можете использовать вену уха краевую не артерию внутрикосный доступ также практикуется скорость инфузии 20 мл на килограмм первый час и 10 мл на килограмм все последующие часы 10 мл на килограмм в час используют обычно подогретые примерно до 37 градусов кристаллоидный раствор раствор рингера хардмана очень хорошо подходит для этих животных по составу плазмы респираторная поддержка дыхательный объем у них достаточно маленький обычно не превышает 10 мл на килограмм частота дыхания самостоятельная обычно 40-60 в минуту но если мы делаем в режиме ИВЛ то при нормальном давлении пиковом можно делать гораздо реже можно ставить 20 дыхательных движений в минуту вполне обеспечить нормальный газообмен значит при спонтанном дыхании то есть когда кролик дышит самостоятельно даже заинтубированный надо избегать любого механического сопротивления вдоху в частности даже вот рука ассистента или какой-то увесистый инструмент положенный на грудную клетку может достаточно серьезно привести к гиповентиляции и ухудшить газообмен поэтому внимательность это главные условия для кроликов используются точно такие же нереверсивные системы по конструкции Бейна или Айра все равно индуцируются они изофлураном в объеме 5% это максимальная а вот поддерживающая доза нужна выше чем для других пациентов как правило это 2-3 объемных процента значит это цифры если мы с вами работаем только на изофлуране с какими-то анальгетиками но в последнее время многие врачи и особенно из Американской Ассоциации анестезиологов они считают что применение ингаляционных анестетиков и в частности при длительных операциях приводит к вазодилетации и падению артериального давления раньше как-то этому меньше придавалось значение но поскольку очень много работ по мониторингу именно у кроликов они стараются избегать вот этого процента и используя какую-то достаточно серьезную такую седативную примедикацию там бутерфанол медитамидин и кетамин стараются поддерживать на гораздо более низком объемном проценте они предпочитают 1-1-3 вот без использования медитамидина кетамина и бутерфанола вы никогда в жизни на такой концентрации кролику ничего не сделаете вам приходится держать вот такой объемный процент надо стараться контролировать АД в частности рефортаном хотя бы или любыми другими коллоидами значит для реверсии которая занимает очень немного времени после ингаляционных анестетиков это всего 5-15 минут конечно если была примедикация медитамидином кетамином и бутерфанолом она может стать дольше если монорежим то это минут 5 теплая клетка анальгезия обязательно не забывайте тот же самый бутерфанол который там действует у хищников там до 6 часов иногда ну 4-6 здесь надо делать каждые 2-4 иногда сделаешь при медикации а после того как операция закончилась тебя в голове не откладывается что надо уже повторять поэтому каждые 2-4 часа анальгезия опиоидами бутерфанолом в частности нужна и желательно комбинировать и дальше с нестероидными противовоспалителями про кинетики церукал или цизоприд цизоприда к сожалению у нас в стране сейчас нет но это лучший вариант по сравнению с церукалом используем после всех длительных операций потому что зачастую могут возникать проблемы с моторикой поэтому мы превентивно делаем иногда даже при медикации ну и жидкостная поддержка также необходима значит что надо иметь ввиду критерии боли критерии боли и стресса у этих животных сильно будут отличаться например от собак если собака испытывающая боль как правило показывает это она орет то например кролик ведет себя ну примерно как кошка да который тоже никогда не орет которая сидит вот такая нам кажется что с ней все нормально вот так сказать признаки достаточно серьезной боли и стресса у кролика заключается просто в том что он сядет отвернувшись вот так в угол и будет сидеть вам кажется что ему нормально а у него на самом деле очень серьезные проблемы и в связи с выбросом катахоламинов разовьется сердечная недостаточность и он очень вероятно погибнет поэтому еще раз вам напоминаю про анальгезию которая должна выполняться после болезненных операций хотя бы 2-3 дня а то и дольше грызуны достаточно большой разнообразный отряд населяющий практически весь земной шар животные разных размеров например самый маленький мышь-малютка там 10-20 грамм и самый большой если кто помнит капибара 60 килограммов люди которые занимаются грызунами в клиниках зачастую называются ротологами этот термин взят от каких-то сумасшедших крысятников из интернета и почему-то разошелся по клиникам и посерьезки так теперь называют врачей которые занимаются грызунами мы с вами люди грамотные давайте не будем так себя обзывать вот значит здесь мы вот что предлагаем для анестезиологов достаточно хорошее вот такое условное правдоделение на животных которые обладают смешанным типом питания и животных которых мы называем облигатными травоядами почему потому что облигатные травояды грызуны такие же кстати говоря как и зайцеобразные кролики имеют тип пищеварения который называется задней ферментацией у них огромный вот этот цекум который является целым заводом по переработке клетчатки вот и соответственно вот те животные которые имеют огромный цекум они как раз и имеют предрасположенность к атонии к метеоризму который может осложнять постнаркозный период поэтому для них мы будем иметь ввиду специальные особенности а для животных со смешанным типом питания абсолютно это не важно у них не будет никаких проблем и никаких прокинетиков назначать им смысла нет значит особенности каковы во-первых высокий уровень метаболизма и соответственно высокая потребность кислороде маленький резерв гликогена соответственно склонность гипогликемии маленький объем циркулирующей крови ну относительно он не маленький относительно он примерно такой же как у хищников чуть меньше там допустим примерно 60 миллилитров на килограмм но учитывая размер животного надо понимать что если у вас случилось какое-то кровотечение на операции то первое что нужно делать это осуществлять гемостаз хирургу потому что вы просто вам нечем будет потом восполнить также эти все зверюшки имеют облигатное носовое дыхание соответственно все с забитым носом это повышенный анестезиологический риск некоторые животные такие как хомяки имеют защечные мешки и бывает так что во время анестезии какая-то часть содержимого защечных мешков может попадать в дыхательные пути если предполагается какая-то длительная операция лучше их под наркозом вычистить можно конечно все это сложить в мешочек и потом ему вернуть чтобы он не расстраивался когда проснется лучше вычистить и склонность гипотермии соответственно вот эти вот все моменты мы с вами должны контролировать лабораторные исследования минимум это гематокрит тканевые ферменты глюкоза и общий белок но учитывая что у большинства этих зверюшек нормальное количество крови мы все равно можем взять только под наркозом вот таким вот способом то приоритет это все-таки физикальное обследование очень редко когда мы имеем уже данные какие-то по гематологии или по биохимии уже до операции голодание не рекомендуется ни для кого ни для смешанных типов питания ни для облигатных травоядов значит холинолитики также применяются редко в премедикацию практически мы никогда не делаем если только есть смысл бороться например с обильной солевацией чаще всего эта проблема возникает у морских свинок во время индукции в анестезию в боксе начинают они заливаться слюнями вот иногда до такой степени что эта слюна у них начинает уже в гортань в трахею подтекать вот но на самом деле проблема не очень большая потому что индуцируются они быстро и просто вы берете ватные палочки быстро протираете и солевация она как правило во время операции не продолжается она только во время индукции но если страшно если что можете для того чтобы избежать солевации сделать гликопиролат он будет более эффективен опять же по сравнению с тропином в этом случае седативные диазепам медазолам это хорошо анальгетики опиоиды НПВС их комбинации это тоже прекрасно значит дозы по нестероидным противовоспалительным препаратам что-то их тут не видно мне кажется да вот да нет значит здесь надо вот смотрите у крысы самые высокие дозировки по карпрофену и пакетопрофену до 5 миллиграммов на килограмм когда для всех остальных там среднее где-то 2-4 то для крыс рекомендуется прям делать 5 и не сомневаться бутерфенол тоже дозировки довольно высокие по сравнению с собаками и кошками раз в 10 выше 2 миллиграмма на килограмм для крыс 1-4 для мышей песчанок и 2 миллиграмма на килограмм для шиншил морских свинок но они будут достаточно сильно седированы с бутерфенолом имейте ввиду и просыпаться будут долго поэтому если у вас какая-то недлительная процедура и вам надо отдать животное владельцам лучше обойтись без опиоидов если она не болезненная ну и вообще по поводу вот по поводу анальгезии например есть очень серьезные межвидовые вариации вы можете взять крысу индуцировать и поддерживать ее на чистом изофлоране и делать с ней все что угодно и вы не увидите никаких признаков того что животное испытывает боль то есть нет движения нет учащения сердечного ритма нет учащения дыхания но к сожалению давление мы не можем отслеживать у крысы артериально достоверно а если вы возьмете морскую свинку и попытаетесь сделать с ней то же самое то у вас не получится ничего даже на самых высоких концентрациях поэтому все таки межвидовые вариации они много значат несмотря все таки на то что крысы не будут демонстрировать боли анальгезии это важно потому что даже если мы не видим видимых признаков боли это не говорит о том что в организме не происходит неблагоприятных реакций в ответ на боль значит индуцируем точно так же в наркозном боксе потому что наркозная маска может быть менее комфортным способом индукции для животного в первую очередь который сопротивляется пытается убежать мониторинг глубины как у всех отсутствие лингвального рефлекса пальпибрального корнеального наступает на втором уровне хирургической стадии но при этом не является надежным критерием адекватного уровня анестезии как проверить у крыс есть такой уникальный для них рефлекс это рефлекс сдавливания запястьей максимально разведенные в стороны ручки сдавливаются запястья если нет никаких болевых реакций то значит у нас с вами достаточно глубокий второй-третий уровень хирургической стадии у всех остальных достоверный тест это опять же только реакция на боль щипок или кожный разрез для мелких грызунов очень редко используются системы для интубации в принципе интубировать их можно и наборы для этого есть но бывает так что настолько маленький диаметр трахеи трубка в нее вставляется еще меньше а диаметр у этой трубки соответственно еще меньше самой трубки и небольшое количество даже слизи трахеальной которая забивается внутрь этой трубки может ухудшить вентиляцию и кроме того например у морских свинок и шиншилл из-за большого количества обычно корма который остается где-то во рту между зубами там в области глотки когда вы начинаете пытаться визуализировать гортань с помощью эндоскопа у вас это не сразу получается а на эндоскоп насаживается куча всяких остатков пищи и потом с эндоскопом запросто может пройти в трахею поэтому только в крайних случаях вы пытаетесь их интубировать то есть если какая-то очень длинная операция когда вы боитесь апноэ если предстоит операция какая-то экспериментальная на грудной клетке или на пищеводе кстати говоря очень часто пытаемся мы помогать животным с инородными телами в пищеводе честно говоря пока практически безуспешно нет как бы техника анестезии и операции все как бы проходит нормально мы не можем потом справиться с болевым синдромом и со структурами пищевода то есть у нас пока к сожалению ни одного удачного случая при закупке пищевода инородным телом чаще всего это у шуншилл происходит иногда у морских свинок пока удачного случая излечения не было но когда оперируешь таких животных необходима интубация чаще всего в этом случае мы делаем просто трахеостомию это проще чище и вполне доступно для индукции в наркоз точно так же сначала максимум 5 объемных процентов поддержания от 1 до 3 самый лучший пациент это крыса если вы анестезируете крысу вы можете вообще пойти пить чай потому что настолько редко у них бывают какие-то проблемы там апнои брадикардии или что-то еще даже у старых пожилых и больных то есть вообще не нужно ничего знать практически чтобы анестезировать крысу ее просто надо засунуть в маску и дать заснуть со всеми остальными животными конечно сложнее обязательно нужно хоть какой-то мониторинг либо доплер на артерию вот либо эко-гэшки либо постоянно выслушивать вот это кстати эндотрахилкит но это наборы для интубации вот этих самых вот мышей выглядит это примерно как отоскоп где вот он тут вот он как отоскоп и вот такой вот наборчик для эта трубка трубка со стилетом у нас раньше были такие но поскольку мы так редко к этому прибегаем что больше мы не стали покупать они они очень дорогие их трудно достать чсс в среднем колеблется от 250 до 500 ударов в минуту у разных видов животных поэтому обычный монитор как правило конечно не считывает и поэтому доплер конечно лучше всего поставленный на сонную артерию интероперационная поддержка сводится в первую очередь к тому что анестезиолог с опытом понимает где находится та грань между второй третьей и четвертым вторым третьим и четвертым уровнем хирургической стадии если вы будете поддерживать адекватный уровень анестезии с хорошим обезболиванием то как правило серьезных проблем никогда не случается ну надо профилактировать нарушение гемодинамики и в первую очередь следить за гипотермией минимизировать все теплопотери использовать грелки не использовать спиртовых растворов для обработки операционного поля то есть все что охлаждает пациента все должно быть исключено если случилось апноя у маленького грызуна он не заинтубирован вот в отличие как раз типа питания у них на самом деле и дыхательный объем разный и объем брюшной полости с наполненным огромным количеством кишок и объем грудной клетки он разный и если случилось апноя с грызуном со смешанным типом питания то есть это если крыса если это белка если это там мышь или хомяк то мы запросто можем вентилировать его просто вот так вот пальцами достаточно адекватно если у него кислород поступает в маску то больше 5-6 минут мы можем обеспечивать нормальную вентиляцию он будет жить и получать достаточно кислорода а мы тем временем уменьшаем количество изофлурана и животное возвращается на тот уровень анестезии который нам нужен и начинает дышать самостоятельно так что с этими животными просто со свинками потруднее хотя тоже вполне вполне подходящая методика можно стимулировать дыхание щелчком по ребрам достаточно эффективно кстати у морских свинок если возникает какое-то кратковременное апноэ или задержки и помните о том что существует еще препарат доксопрам который является дыхательным аналептиком он кстати говоря единственный из всех препаратов которые сертифицированы в ветеринарии и официально одобрены его применения и не только у собак и кошек а у всех экзотических видов животных и у птиц и у всех мелких млекопитающих препарат этот правда вводится желательно вводить только внутривенно дозировка 5-10 мг на килограмм но он работает и при внутримышечном введении это испробовано если возникают какие-то сердечные аритмии то в интрооперационном периоде также может быть достаточно такая относительно эффективность коррекции с помощью атропины гликопиролата но на всякий случай желательно на каждое животное ну хотя бы там в шприце на 100 грамм чтобы у вас было уже разведено потому что если что-то случается начинаете рассчитывать вес все это разводить теряется время значит гидротация внутривенные внутрикостные внутрибрюшинные и подкожные методы используют смесь изотонических растворов электролитов и 5% декстрозы оптимально 1 к 1 от 1 до 3 миллилитров на 100 грамм веса в час в принципе катетер в цифалику реально поставить даже таким мелким грызунам как белка шиншила что касается еще более мелких зверюшек таких как хомячки дегу песчанки то для них предпочтительно внутрикостный доступ выполнять у крыс например легко достаточно ставится внутривенный катетер в хвостовые вены справа и слева в основании хвоста есть вены куда вы можете поставить крупной крысе даже 24 катетер а среднего размера крысам 26 это фиолетовый реверсия реверсия очень быстрая от 1 до 5 минут более длительная реверсия в норме у шиншилла они могут спать чуть подольше минут до 8 пусть это вас не пугает при затянутом пробуждении в первую очередь подозрительность подозрения падает на гипотермию гипогликемии или развитие полиорганных нарушений всегда всех зверьков которые долго просыпаются помещают обязательно в теплый кислородный бокс и продолжают инфузии либо кристаллоидами либо смеси с глюкозой кстати говоря глюкозу желательно мерить в этих случаях всегда если уровень глюкозы приближается к 4 то это уже звоночек к тому что надо начать инфузию а с грызунами все какие вопросы по грызунам есть значит здесь надо представлять себе размер трубки которая подходит для интубации трахея у кролика трубка подходит 2 2,5 для более крупных кроликов 3 это внутренний диаметр значит соответственно клинок должен быть чуть тоньше внутреннего диаметра так чтобы он не болтался там как да а он должен чисто технически используем используем шторцевский клинок единица или да такой но это это единица это совсем маленький можно даже больше можно 1,2 можно совсем жесткий 1,2 мы пытались залезать потому что старакотомии вообще практически бессмысленно мы пытались залезать но мы не могли захватить нормально дело в том что там как правило инородное тело это что это как правило какой-то в корме попадает недробленное зерно как правило это чечевица она такая круглая и скользкая и щипцы которые могли бы ее обойти расширив пищевод они как правило травмируют пищевод или приводят к таким ваготоническим реакциям вызывая остановку сердца или бради да и поэтому у нас не получалось обычно вытащить у нас получалось их вылечить только если мы проталкивали но зачастую протолкнуть не получается особенно если долго стоит вот вы как эндоскопист могли бы нам может быть в этом как-то помочь не вышло ну пока вот да анастасия никита хотите что-то спросить нет еще вопросы какие-нибудь нет пока кроме дентальных кроме дентальных ну смотри давай так значит все полосные интубируются обязательно все остеосинтезы интубируются обязательно все абсцессы челюсти нижней верхней интубируются обязательно инуклеации интубируются обязательно абсцессы мягких тканей ну если они большие интубируются обязательно честно я тебе хочу сказать что я когда кролик у меня не интубирован чувствую себя не своей тарелки я не уверенно я стал не уверенно себя чувствовать вот с тех пор как у нас это стало рутинной процедурой вот у меня лежит кролик просто так и я нервничаю когда он у меня интубированный подключен я не нервничаю вот соответственно денталки обычную коррекцию зубов мы не интубируем рентгеновское исследование мы не интубируем ну и возможно какие-то маленькие абсцессы маленькие опухоли мы также не интубируем а по времени у нас сейчас методика какая мы делаем примедикацию опиоиды и НПВС после этого минут через 20 мы индуцируем зверюшку в боксе из бокса вытаскиваем углубляем анестезию на маске за это время устанавливаем внутривенный катетер чтобы он ну как бы кролик спал и совершенно спокойно дал поставить нам катетер после этого в этот катетер я ставлю шприц пропофолом вытаскиваю кролика из маски и совершенно спокойно если мне нужно углубиться я углубляюсь пропофолом и я его интубирую на интубацию обычно если там ничего сложного нету уходит ну не знаю секунд 20 у Дайрса 25 уходит вот мы просто мы уже накатали это поэтому у нас практически это обязательно считается но не у всех анестезиолог я про себя говорю вот другие могут и на маске вести но мне вот спокойнее когда животное интубировано в любом случае пожалуйста кто-то ждал про хорьков а давайте вы про них просто спросите а я вам расскажу а презентацию скинем вы спросите особенности ну на самом деле больших особенностей нет для них применяют все те же самые препараты и вот как бы методом выбора является все равно ингаляционная анестезия интубируются они все обязательно интубируются легко с обычным ларингоскопом как у кошки и у собаки вот трубки а ну понимаете там особенностей на самом деле много не в общем а когда мы идем уже по определенным группам пациентов там какие-то например патологии желудка там есть особенности например если у нас с вами пришел хорек с народным телом в желудочно-кишечную тракте частое явление да и очень часто при этом мы имеем наполненный газом и всякой жижей с вазелиновым маслом которым его поили владельцы желудок вот такой огромный на всю брюшную полость вот соответственно есть методики когда хорьков индуцирует наркоз в наркозной маске так как вот мы это делаем у грызунов в принципе для хорьков это хорошо они засыпают быстро плавно и как бы нет проблем но иногда они регургитируют и момент регургитации может прийтись на тот период когда еще тонус нижней челюсти сохранен интубировать мы его не можем а он уже без сознания и в этих ситуациях получается так что они могут аспирировать поэтому если вы работаете с хорьком с инородкой с большим желудком переполненным жидкостью не индуцируйте никогда в наркозной маске индуцируйте только пропофолом или любым другим анестетиком который даст быструю индукцию и не вызовет рвоты и только после вот внутривенной индукции вы индубируетесь раздуваете манжету спокойно и переводитесь на газ вот ну точно так же для хорьков используют и НПВС и опиоиды и бензодиазепин и все точно так же как в общем-то у них это хищник понимаете считайте та же самая собака кошка у них конечно надо знать определенные особенности например если хорек идет на операцию по поводу инсулиномы тоже частая вещь и примерно от всех онкологических болезней с которыми обращаются хорьки это примерно 20% это огромный процент потому что если мы возьмем инсулиномы у собак то она составляет 0,03% от всех онкологических болезней с которыми обращаются собаки вот и соответственно соответственно надо знать особенности потому что эта операция будет у вас частой в чем они заключаются мы с вами знаем что недостаток глюкозы это отсутствие питания для клеток головного мозга и это нарушение трофики и гибель клеток необратимое поэтому хорьки страдающие инсулиномы должны очень внимательно мониторироваться по глюкозе и вот здесь важный момент приходит хорек у которого сахар 2 мы начинаем его готовить даем ему глюкозу и радуемся что у него сахар 16 и давай его на операцию но надо иметь ввиду что инсулиномы это такая мерзкая опухоль которая отвечает гиперпродукции на повышение глюкозы и если мы глюкозу резко подняли то инсулин выплеснулся так что он всю глюкозу сожрал буквально там за 15 минут а во время операции мы уже как правило редко когда можем отслеживать поэтому желательно очень плавно поднимать и желательно брать животных в состоянии там ну либо небольшой небольшой гипергликемии я бы вообще в эвугликемическом состоянии брал старался бы где-то там 5 вот так вот 5 и 6 вот и может быть имеет смысл если у нас животное полностью накрыто во время операции у анестезиолога остается только голова из катетеров вы как правило кровь на глюкозу не возьмете может быть есть смысл брить шею может быть ставить маленький катетер в еремку или просто брать инсулинка из еремки несколько раз в течение операции тест на глюкозу вот ну и может быть вот кстати говоря в преддверии рассказа об анемеях у хорьков у них есть такая штука как эстроген зависимая пластическая анемия знаете когда эстроген разрушает клетки красного костного мозга они перестают там делиться и у хорька наступает жуткая нерегенеративная анемия соответственно если уж мы решили что такому хорьку надо отрезать яичники чтобы эстроген перестал вырабатываться то нам нужно стараться ему дать донорскую кровь цельную или эритромассу и поднять ему гемотокрит хотя бы до каких-то жизненно там возможных величин ну хотя бы там до 25-30 и здесь есть очень хорошая особенность в том что у хорьков не существует антигенных групп то есть вы можете брать кровь от любого донора и даже от нескольких доноров не думая о том что у хорька может развиться серьезная угрожающая жизни ситуация в ответ на переливание чужеродной крови это по книжкам у меня однажды был хорек который погиб с признаками очень похожими на анофилоксию сделал он это прямо в самом начале переливания донорской крови с признаками очень напоминающими анофилоксию это не доказано но один случай у нас такой был а вообще в книжках утверждается о том что и на практике получается в большинстве случаев так и даже не рекомендуют давать какие-либо препараты подавляющие иммунные реакции то есть льют просто просто и все вот спасибо наверное сейчас будет перерыв небольшой и дальше анемии харьков спасибо 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 Продолжение следует...